Плюс сантиметр каждый час жители одного из алтайских районов готовят к эвакуации из-за прибывающей воды. Последний квартал для многоквартирной застройки. Как город будет развиваться дальше? Более 200 спортсменов со всей страны. В крае стартовали юбилейные всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. Жители одного из районов Алтайского края готовят к эвакуации. Угроза подтопления возникла в частности для Тальменского района. Там из-за масштабного ледяного затора выйти из берегов может река Чумыш. В части других территорий продолжается борьба с паводками водами и их последствиями. Подробнее в материале Валентина Аскеровой. У нас Чумыш разлился, вышел с берегов. Это очень опасно. Людей подтапливать начинает. Уровень воды в реке Чумыш приближается к критической отметке. Вода прибывает стремительно. Плюс 6 сантиметров за час сообщают местные жители. Глава Тальменского района Игорь Щербаков в своем телеграм-канале призвал жителей зоны подтопления готовиться к эвакуации. В Тальменку экстренно выехали спасатели. Оперативная группа западно-сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова выдвигается в район Тальменки для предотвращения возможных последствий паводка. На реке Чумыш специалисты сегодня подрывали лед, чтобы разрушить образовавшийся ледяной затор. А вот в Павловске уровень воды в реке Космола стабильно падает. Подтопленных жилых домов нет. Пожарно-спасательные подразделения сработали быстро и эффективно. Отсыпали дамбу на низменном участке и организовали постепенный сброс воды. Усложнилась паводковая обстановка в Барнаульском пригороде. В результате подмыва грунта во Власике частично повредился участок грунтовой дороги перед мостовой переправой. В социальных сетях местные жители сообщают, что путь отрезан как для пешеходов, так и для автомобилей к остановке общественного транспорта аптекам и магазинам. Жители вынуждены идти по альтернативной дороге. А между тем в Волчихинском, Михайловском, Хабарском районах продолжается борьба со стихией и ее последствиями. Сотрудники Роспотребнадзора в зонах подтопления оценивают микробиологические показатели питьевой воды. Отобрано 217 проб питьевой воды из систем централизованного водоснабжения. Из них 13 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. 8 проб по мутности. Управлением выданы предписания эксплуатирующим организациям о проведении дополнительной дезинфекции. Осуществляется контроль за их исполнением. На сегодняшний день в регионе подтоплено больше 100 жилых домов и почти 300 приусадебных участков в 16 населенных пунктах. Количество подтопленных зон снижается, но ситуация по паводку в крае все еще напряженная. Валентина Аскерова. День с толком. Федеральные антимонопольные службы по Алтайскому краю сообщили, что получили единичные звонки от жителей Барнаула о росте цен на питьевую воду. В ведомстве пояснили, что ценообразование на большинство товаров и услуг, в том числе и на питьевую воду, не регулируется государством. Вмешаться в ситуацию антимонопольный орган может тогда, когда есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, такие как злоупотребление доминирующим положением или заключение антиконкурентных соглашений. При этом ФАС продолжает следить за ситуацией. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования. Сегодня барнаульцы продолжают жаловаться на дефицит воды больших объемов. Однако городские власти опровергли сообщение о дефиците воды в магазинах. Накануне они провели рейд в 70 магазинах во всех районах Барнаула и нашли там воду. Сельхоз Палу или, проще говоря, возгорание сухой травы охватили Алтайский край. По данным краевого МЧС, только за минувшие выходные потушено 38 лесных пожаров, 7 из которых начались из-за возгорания сухой травы. Спасатели предостерегают жителей края от целенаправленного поджога сухой травы, поскольку в условиях ветреной погоды, к примеру, огонь может быстро распространиться и перекинуться на жилые дома. Добавим также, что с 5 апреля в шести районах края – Волчихинском, Егоревском, Угловском, Рубцовском и Михайловском – действует пожароопасный сезон. С 12 числа режим бережного отношения к огню планируют ввести по всей территории региона. Шесть случаев укуса клещей зафиксировано в Алтайском крае. Четырех кровососущих сняли с детей. Специалисты уверяют, что этот сезон начался и пройдет напряженно. Активность клещей растет с каждым днем. Подробнее в сюжете. Традиционно с таянием снега и грунта просыпаются клещи. В этом году официально они активизировались 28 марта. На сегодняшний день в крае шесть зарегистрированных случаев присасывания. Из них четыре ребенка. Поймать клеща можно в любом месте края. Их активность растет и в Барнауле. Особенно есть места, где голодных кровососущих можно подцепить чаще. Это аллея по космонавтов, которая возле оптового рынка китайского. Бывший парк юбилейный. Есть у нас такой парк имени Ленина, который возле лесной сказки. На этой неделе выявили еще один антропургический очаг, который находится за старым Ашаном на Власихинской. Сейчас ведется расчистка территории и подготовка города к обработке от клещей. Самый опасный период высокой активности, говорят эксперты, будет продолжаться вплоть до первой декады июня. Поэтому нужно быть осторожными и в случае присасывания обращаться к врачу. Клещевой энцефалит, цепной тип, боррелиоз. Любая из этих болезней может привести к инвалидности или даже к летальному исходу. А сколько времени от момента присасывания клеща и получения постконтактной профилактики? Мы должны с вами уложиться в 72 часа. И чем быстрее мы с вами это сделаем, тем эффективнее будет профилактика. Если же в трое суток уложиться не удалось, остается ждать проявления симптомов в течение месяца. Специалисты также советуют сдать клеща на анализ. В идеале, конечно, исследовать клеща и по факту выявления в нем возбудителей других клещевых болезней, проводить такой короткий превентивный курс, профилактический, по-разному его называют, прием антибактериальных препаратов. Что касается профилактики клещевого энцефалита и моноглобулина, то перебоев с его поставками нет. При этом детям до 18 лет его ставят бесплатно, как и прививку, на которой так настаивают эксперты. Взрослые же могут привиться от клещевого энцефалита только платно. Вакцина для того и нужна, чтобы закрыть вопрос раз и надолго. Моноглобулин, возможно, как некий сейчас переходящий этап к тому моменту, когда мы все-таки все вместе осознаем, что проживая на территории Алтайского окрая, важно быть привитом от клещевого энцефалита. Специалисты напоминают, лишь в случае тройной вакцинации вырабатывается иммунитет. В целом, по словам экспертов, клещевой сезон будет напряженным. Их активность увеличивается с каждым днем. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В 5,5 тысячах тонн зерна и зернопродуктов выявили опасные для здоровья нарушения. Часть исследуемого зерна оказалась слишком влажной, что может привести к заражению плесенью. Часть слишком сухой, когда возможно возгорание при переработке. В большей части исследуемого зерна и зернопродуктов, а точнее в 2000 тонн сои, 1000 с лишним тонн гречихи и 180 тонн пшеницы, специалисты Алтайского филиала Центра оценки качества зерна выявили превышение влажности. Такая среда опасна тем, что в итоге может стать пораженной плесневым грибком, который снабдит зерно опасными микотоксинами. Зараженными ими продуктами можно отравиться. А вот в 100 тоннах зерна рапса влажность, наоборот, оказалась сниженной. В таком случае рапс невозможно переработать в масло, случится самовозгорание от трения. Не соответствует ГОСТу и мука высшего сорта. Почти 2000 тонн недостаточно мелко помолоты. А еще 150 тонн оказалась зараженной картофельной болезнью, нападающей обычно на хлеб. Добавим, протоколы испытаний разослали производителям продукции для того, чтобы они устранили недочеты при дальнейшем производстве. 100 миллионов рублей выделят на модернизацию электротранспортной инфраструктуры в Алтайском крае. Ремонтировать будут главным образом трамвайные пути и линии электропроводов, обеспечивающих движение троллейбусов. 50 миллионов краевой субсидии направят в Барнаул. По 25 миллионов получат в Бийск и Рубцовск. Модернизация инфраструктуры для электротранспорта проводится уже с 2022 года. За это время на монтаж нового оборудования в Рубцовске и Барнауле потратили 200 миллионов рублей. А в Бийске эта работа все еще продолжается. Также администрация Барнаула обнародовала часть плана развития транспортной сети на 2029-2036 годы. Предполагается строительство 24,5 километров трамвайных путей, укладка 21 километра рельсов и развитие контактно-кабельной сети для электротранспорта. Ветхие дома Барнаульского потока можно будет расселять за счет застройщика. Таким образом район ждет реновация. На месте старого жилья и пустырей вырастет новый микрорайон. Об этом и не только говорили на круглом столе в сибирской медиагруппе, который был посвящен вызовам и перспективам строительства в Барнауле. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Мы приблизились к такой ситуации, что развития практически нет. Да почему нет? Да потому что нет земли ни для жилищного строительства, ни для промышленного строительства. Но нет у нас в Сибири, в России, а в Барнауле и в Алтайском крае еще тем более нет земли, как оказалось. Кризис или новый рывок – очевидная проблема застройщиков и властей в последние годы – земля под строительство. Но помимо этого сегодня город сталкивается с еще одной проблемой – обеспеченность инфраструктуры, инженерной и социальной. Учитывая вот эти большие объемы многоквартирной застройки, мы понимаем, что социальная инфраструктура в чистом виде ее теперь догонять не может, поскольку требуются очень большие деньги, очень большие затраты, бюджетные расходы на обеспечение всего, что построено социальной инфраструктурой. Уже построенного. И построенного еще, к сожалению, из того, что строится, и того, что будет строиться социальной инфраструктурой. Детские сады, школы, ну и, наверное, так, объекты здравоохранения. На круглом столе в сибирской медиагруппе Иван Гелев также сообщил, что рядом с Барнаульским аэропортом разыгрывают почти 80 гектаров земли под многоэтажки. Два крупных участка будет разыгрывать госкорпорация «Дом РФ», что известно о предстоящем аукционе на 40 гектаров земли. Участок расположен в 13 километрах от центра города на крупнейшей магистрали Павловский тракт в 4 километрах от аэропорта Барнаул. К 2025 году улицу планируют сделать новой центральной магистралью города. Уточняется, что речь идет о комплексном развитии территории. Теперь новое жилье, определяет закон, должно появляться одновременно с инженерными сетями, дорогами и социальными объектами. Как будет работать этот механизм в нашем регионе, пока непонятно. Но многие уверены, такой подход не должен ложиться на плечи только застройщиков. Сюда можно и нужно вовлекать госструктуры всех уровней. Говорить сегодня, что мы сегодня, касаясь земель «Дом РФ», мы сегодня все вопросы решим, отдав их сегодня в частные руки. Но это просто глупость и по-другому я ее не назову, потому что мы очередную проблему получим для города, для края в том числе. На встрече также обсудили перспективы потока, в котором ветхие дома смогут расселять за счет застройщика. Администрация города завершает подготовку проекта комплексного развития территории района. От 25 до 35 гектаров территории пойдет под реновацию. На месте ветхого жилья вырастет новый микрорайон. И в целом поток привлекателен с точки зрения комплексного развития территории. Здесь, по мнению властей, хороший потенциал и по инженерной, и по социальной инфраструктуре. Есть очень много территорий, которые уже высвобождены от ветхого и аварийного жилья. И мы понимаем, что сегодня застройщики потенциально готовы вовлечь газостроительный оборот и предоставить взамен ветхого и аварийного жилья, который не признан еще в установленном порядке таковым, людям квартиры в новых хороших жилых домах для того, чтобы улучшить просто жилищные условия этих граждан. С проблемой адекватной реализации комплексного развития территории столкнулся не только наш край, но и другие регионы страны. Кто будет платить за социальные объекты, дороги – не только пока большой вопрос. И это повод для будущих встреч, диалога властей, застройщиков и общественников. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Трое детей попали в ДТП с электросамокатами в Барнауле. Двое несовершеннолетних 10-17 лет госпитализированы. Всего же с начала апреля уже зафиксировали 8 аварий с участием таких мобильных индивидуальных средств. Два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети, случились в минувшие выходные. В одном случае 20-летний парень на электросамокате сбил 10-летнего мальчика, который тоже управлял самокатом, только обычно. В другом пострадал 17-летний водитель. Он перевернулся на электросамокате, взятом в прокат. В обоих случаях несовершеннолетним потребовалась госпитализация. Еще в одной аварии 20-летний парень наехал на ребенка 9 лет. По счастливой случайности ребенок не пострадал. Всего же с начала апреля зафиксировали уже 8 ДТП с самокатами. Напомним, что по правилам нельзя ездить со скоростью выше 25 км в час. Также нельзя перемещаться на самокате вдвоем. Перед пешеходным переходом следует сойти с электросамоката и катить его рядом. Юбилейный 15-й по счету турнир памяти Николая Щеклеина по греко-римской борьбе провели в Крае. На всероссийские соревнования съехалось более 200 спортсменов. Приветствовал участников трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Какой совет он дал начинающим спортсменам и как оценил их подготовку, смотрите в материале Данила Кузнецова. Такая эмоциональная напряженность витает в воздухе на греко-римской борьбе в Барнауле. Оно и понятно. Всероссийские юношеские соревнования, где каждая победа на вес золота, посвящены состязанию Николаю Ивановичу Щеклеину, заслуженному работнику физической культуры и по совместительству тренеру, воспитавшему множество мастеров спорта. Я думаю, что самая главная особенность Николая Ивановича, это он умел всех сплачивать, созидать, создавать. Все отзываются о нем только положительно и всегда упоминают, чтобы он настоящий друг, настоящий товарищ, то есть в любую минуту мог прийти на помощь. На 15-е по счету соревнования в честь Щеклеина приехало рекордное число участников – 236 из 9 регионов. Была не только привычная Сибирь, но и Дальний Восток в лице Хабаровска. Как считают участники, борцы оттуда очень сильны. Из этого города даже победитель первенства мира по греко-римской борьбе. Однако секретов подготовки никаких нет. В основном все их борьба на этаже, но просто у других чуть-чуть подготовка другая, там что-то по-другому делают, то есть ту же технику. А вот в чем это по-другому выражается? Допустим, кто-то работает там от руки, кто-то работает там в партере больше, кто-то там с головы делает. Основным сюрпризом на этих соревнованиях стал приезд Александра Карелина, сенатора Российской Федерации, трехкратного победителя Олимпийских игр по греко-римской борьбе. Многие участники хотели получить фото на память с легендарным спортсменом, а некоторые даже услышать совета. А что бы ты спросил в Карелии? Я как дисциплину, наверное, развивать в себе. Дисциплину, как настроиться на борьбу. Вот первая схватка, как мне на нее настроиться? Волнуюсь, потому что сильно. Чтобы не волноваться, нужно не филонить и не вести себя поперек Антона Павловича Чехова, чтобы не было мучительно больно вот на этом ковре проигрывать. Поэтому, если ты честен на тренировках, если ты выполняешь установки тренера, а не споришь с тренером, если ты искренне веришь в то, что родители привели тебе в правильный вид жизни, то и настроиться на первый поединок будет намного проще. Александр Карелин отметил высокую подготовку алтайских спортсменов, а также высоко оценил сохранение культурных традиций греко-римской борьбы в крае. По его мнению, наш регион – это отличная кузница кадров для будущего развития этой дисциплины. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. На Аби, в районе Нового моста, начался ледоход. По реке проплывают льдины разных размеров. Специалисты прогнозировали начало ледохода на 10 апреля. Начался он на день раньше. Хотя до этого в соцсетях уже была информация о начале движения льдин. Но это оказалось лишь подвижки. А сегодня уже пошел настоящий ледоход. Некоторые горожане сегодня специально останавливались вблизи реки, чтобы понаблюдать за красивым природным явлением. Ну а на этом у меня все новости. Смотрите нас на 24-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!